Псалом 65. Псалом царя Давида. Слава тебе, Боже наш! Вослетните Богу вся земля, Почи славу имени Его, Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих, Помножьте силы твоей, Покорятся тебе враги твои. Вся земля да поклонится тебе, И поет тебе, да поет имени твоему. Придите и возрите на дела Бога, Страшно в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, Через реку перешли стопами, Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует Он вечно, Очи возрят на народы, Да не возносятся мятежники. Благословите народы, Бога нашего, И провозгласите хвалу Ему. Он сохранил в душе нашу жизнь, И ноги наши не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, Переплавил нас, Как переплавляет серебро. Ты ввел нас в сеть, Положил оковы на чресла наши, Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, И ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со все сожжениями, Воздам тебе обеты мои, Которые произнесли уста мои, И изрек язык мой в скорби моей. Все сожжения тучные вознесу тебе С воскресением тука овнов, Принесу в жертву волов и козлов. Придите, Послушайте все боящиеся Бога, И я возвещу вам, Что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими, И превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, То не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, Внял глаз умоления моего. Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей, И не отвратил от меня милости своей. И 66-й псалом был уже. Подожди малейка, Человек что-то говорит. Вы хотите что-то сказать? Я говорю, что за паства? Православные проповедники. Город Барнавол, Алтайский край. О чем проповедуете-то? О Христа, распятого и воскресшего. Потому что в чате здесь Разврат сплошной идет. Людям сказать о Боге. Безобразники. Голые, творят блуд. Стародеры. Ну, православная церковь. Православная? У вас вопросы какие-то еще есть? Да нет, Бару Ватюшка. Я как-то атеист немножко. Ну, атеист это не... Верит в ничто. Все равно это вера. Ну, как верю я в себя. Как говорится, на него надейся. А я сам не плашаю. Самая ненадежная вера в самого себя верить. Как говорит Валан, говорит. По крайней мере, за тысячу лет вперед хотя бы надо знать, что будет. Ну, я извиняюсь, конечно, батюшка. Ну, если самый плохой в себя верит, то зачем тогда в него верить? Ну, да как в себя верить? Когда каждый день ты можешь и болеть, и попасть в аварию, терпеть... Я молчу, молчу, что я хочу. Молчу, что у меня может быть. Это еще для ребенка пятилетнего годится. А для человека, которому уже лет сорок, это не годится. Это игра. Мне 63, да. Я не как вас понять, батюшки. Знаете, в Библии написано так, Евангелие от Яна. Делающий добро идет к свету, чтобы явно были дела его. Люди не верят в Бога. Добро. Люди не верят в Бога по одному, чтобы скрыться, чтобы ни за что не отвечать, что делал. А за что я должен отвечать? А перед Богом есть за что отвечать? Да ладно, у меня столько греков, одной жизни не хватит. Ну вот поэтому Сын Божий умер и взял грехи мира на себя, ответил за нас Христос. Да ну, я уж сам за них отвечу как-нибудь. Ну, вам сказали, тут мы не спорим, возвещаем. Нет, мне никто не сказал, это я сам себе сказал. Ну, вы услышали, что Христос умер за весь мир. Да ну, брось. Да, написано в Евангелии от Яна, 1 глава, 29 стих. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так написано. С Богом это радость, это радость жизни. А не слишком много грехов он берет на себя? Ну, зачем нам говорить много-немного, когда это уже ясно дело. В это верят 2 миллиарда людей. Этим людям Бог открывает. Ни одного изобретения, другим никому не дано в мире сделать. Интернет и все, это только христианские страны сделали. Изобрели. Это, если Америка там, я боюсь. Ну, хоть кто бы не был, но это изобрели именно христианские народы. А, ну, Цукерберг, ну, может быть, тоже. Ну, понятно. А почему? Вопрос сразу стоит. А почему? Не знаю. Ну, почему? И поэты, и философы, и все здесь сконцентрироваться. Потому что это от Бога. Бог силен это сделать. А вот китайские вот философы. Ну, еще Китай. Ворованное все. Любые ботинки все берут, там одну заклепку не так сделают. Нет, нет, вы не поняли. Философы я не видел. Да какие философы? Это у них Бога никакого нету. Будда это не Бог. Это человек, достигающий нирваны. Ну, извините, пожалуйста, но для них он, что это Бог тоже. Ну, я вам сказал, вы не успеваете обдумывать, отвечаете. Я вам отвечаю с полным знанием по китайской литературе. Дивный Господь, вам сколько лет? 63. А мне? Без понятий, дедушка. 80 будет через 3 месяца. 80. И Господь позволил мне веру свою доказать делом. Я прошел 5 тюрем. Меня 26 лет только крутили, выворачивали, морозили. Вы на наш, зайдите, Ютуб, называется «Во свете Библии». А за что вас крутили, вертели? Ну, вот там все написано. Там снимки есть, как меня арестованно ведут. Зайдите. Воровали? За то, что истину открывал. Духовную литературу издавал, духовную литературу насчитал. И кроме того, издал архипелаг ГУЛАГ в первой стране. И в стихах неодобрительно отозвался об Ленине. Ленин за что оскорбил-то? Где-то написано в Евангелии, что Ленина можно оскорблять. Да не Бога, я не оскорбил. Я сказал о памятнике. Стоит свой... Да мало, что он стоит. Стоит... Стоит свой рот ощерев. По мету птиц подставив голый череп. Вождь атеистов, сонмище иуд. Я боюсь, что тебе тоже надо ваш голый череп накакать кто-нибудь. Ну вот о чем. Сетерфер написал, что надо чаще мыть памятники. И вашу голову я так думаю. И нашу голову надо чаще мыть. Дело в том, что благодаря идеям Ленина погибло 100 миллионов человек. Не, не, не. Я дико извиняюсь, вы про свое это... Я говорю, 100 миллионов. А то вы так хорошо раз и... Как рыбка уплыли, а 26 лет. Так, вы ругаете начинаем? Он ругается, нет? Не, не. Не ругайтесь только. Я не ругался, дедушка, даже не ругался. Я не расслышал, никак нельзя. Как рыбка, а 26 лет уплываете, говорю. Так, легко так. Но у меня как-то хватает придержать. Ну так, у вас дома, конечно, Библии нет, Евангелия нет. Не знаю. Я не смотрел, может, жена верит. Я не мешаю. А цель жизни тогда какая, если в Бога не верит человек? Цель жизни у меня... Да, для чего он живет-то? Вот березку вырастил, дом построил. Ну, дом построил, сына родил. Ну, что дальше? Ты-то умер, и все кончилось. Детей родил. Внуки у меня есть. Да хоть тысячу детей. Ты же за себя будешь отмечать, не за детей. А может, я бы его за детей отмечаю? Нет, нет. И Лермонтов писал, есть Божий суд. Так я грешочек за детей, грешочек себе. Михаил Юрьевич Лермонтов пишет стихотворение на смерть поэта. Есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. А он истинно первой инстанции? Я вам сказал, вы обдумываете, а вы не успеваете обдумывать. Ну, извините. Ну, не годится так это. Это у вас еще в голове 40 дырочек, что ли, все проваливается. Вы сразу услышали, положите и скажите, я обдумать должен. Я должен подумать. Папюшка, вы на оскорблении переходите. Это никак, нет, никак. Вы говорите, я на ваши слова отвечаю. Я понял, про дырочки. Я говорю то, что человек умный, он может океан вместить. А у дурака, как пишет ваш же поэт, говорит, как бурдюк, полторы литра и лопнуло. О, видишь, какие оскорбления. Это не оскорбление, это написано, может, около тысячи лет назад. Да, батюшка, у тебя, я смотрю, и терпения-то не хватает уже на оскорблении переходить. Ну, ладно. Ну, какой-то ты, батюшка, не такой, наверное. А я не батюшка, к слову сказать. Я печник. Это я понял. О, видишь, как. Ты к лучшему античку, наверное. О, вот. Господь меня извлек оттуда, где не надо быть. А как там, значит, 26 лет? Вы слышите, что я сказал? Меня Господь встретил, когда мне 23 года было. Я согласен. И 56 лет я несу это слово Божие людям. Да, да, а в тюрьме зашло. О, вот, зато я вам ответил. Вы, если закон знаете, статья 190 прим. Посмотрите, что она означает. Нет. А, нет. Ой. УК РСФСР. А? УК РСФСР. Статья уголовного кодекса 190 прим. Ты что, изнасиловываешь? Я вам щетка сказал. Почему я должен вам разъяснять? Вам же уже возраст ваш позволяет знать это? Ну, извините, мне кодекс, это, уголовный кодекс неинтересный. Я зато наполняю. Ну, и все тогда не спрашивайте, раз неинтересный. Ну, я, ну, как интересно, мне вот, я изнасиловываю. Я вам ответил. Я вам ответил, а у меня ума не хватает. А можете пояснить вот это? Я ответил вам. Нет, что за статья? Может, я объясню? Еще раз говорю, 190 прим, статья, которая, говорит, подрыв советского строя. То, что делаю я, говорю, люди надо верить в Бога, коммунисты-обманщики. А у них это считается распространением заведомо ложных измышлений. Я дико извиняюсь, но это, это, как его Том издал этот, как его Сталин. Я 50 томов книг насчитал на пленку и распространил по всему Советскому Союзу. Вы, дедушка, не в уши пропускаете. Я говорю, я вам говорю, что, за что. У нас Том издал Сталин, представляете? Вы ничего не слышите. И написано, говорит, вы как аспиды глухие не слышите. Нельзя так жить. Я вам отвечаю. За что я отвечаю конкретно. Вот дела. Я выпустил 50 книг. Меня арестовывают. А вы не слышите ничего. Меня обвиняете. А вы, я дико извиняюсь, у вас как звать-то ходит? Вот сейчас я вам сказал. Вы слушайте внимательно. Вы еще не сказали. Советского Союза нет? Вы представить можете... Советского Союза нету? Нету. Нету. И как вы повлияли на него? А про меня пишут. Говорят, благодаря таким, как Лапкин и Игнатий, подтачивались устои тоталитарного режима. И этот монстр, империя лжи, рухнула. Лапкин Иванович? И Игнатий. Вы зайдите на наш... Игнатий. Шрево, пуп, направо и налево. Ни комаров гонять, ни пуговки чистить. Здоровый дядька не знает, как перекреститься. Я говорю, Боженкин, наверное, уберет меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слушай внимательно. Сейчас расстанемся, и ничего не будешь знать. Дядюшка, я не грешный. Вот. Это сатана обольстил человека. Только сейчас говорил, я грешный. За что? Нет. Ну, мало, что мои грехи. Мало, не мало. Адам всего плод сорвал. Плод Адам сорвал. И уже за этот грех умерло больше ста миллиардов людей. И вообще, Христос, знаешь, что было в Украине? Я вам отвечаю, с четкой, ясно, со знанием дела. Ну, ладно, дядя. Смотри. С четкой, ясно. Смотри сюда внимательно. Что за книга? Библия, наверное. О, наверное, Библия. Я с ней прожил 56 лет. И ни разу не был постыжен. Я боюсь дедушку маты. Вот. Теперь вы зайдите на наш Ютуб по сети Библии. А потомство у вас. Слушайте. Внимательно слушайте. Да, ровность у Иисуса. Вы не будете слушать, не будете, мы сейчас расстанемся. Ага. Не надо говорить слова без смысла. На нашем Ютубе 14 тысяч 400 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Молодец. О, где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Как называется? Я предложение не оканчиваю, вы перебиваете. Написано, невежда, кто дает ответ, не выслушав. И глуп он. Библия говорит. Зачем вы себя в глупое положение ставите? Я еще предложение не окончил, а вы уже перерываете меня. Дедушка, не ругайтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь, я говорю. Я вам говорю. Мы строим с нуля православную деревню, где правила вот такие. А как деревня называется? Потеряевка. Потеряевка? Потеряевка. Алтайский край. Алтайский край. Я вот, у меня, по-моему, я даже догадываюсь, мне кажется, я видел вас когда-то. Может быть, видели. Когда у вас детей отобрали, я помню. Это не ваши, не вы? Нет, да те меня не отбирали. Я начальник детского лагеря. Я предложение не говорю, ты что за невежда такой. Нет, я еще не услышал. Вы со старшим человеком разговариваете. А вы меня, вы меня, не ошибаюсь, вам 56 лет, говорите. Вы вопрос задаете, я отвечаю. Еще раз перебьете. Я еще не задал, я говорю, я еще не успел задать, а вы уже что-то там. Слушай внимательно. Иначе я сказал, что ему 80 лет, не 56. А что он говорит, 56 лет только прожил? Не прожил, а прожил с Богом. С Богом? Когда я в Библию в руки получил. Мне 80 лет. Так я, по-моему, видел, да, значит? Я не знаю, если видели, не видели. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Да, да, да. Тысячи детей подняли без помощи государства. Не, не, вы их, это как, я понял, там, нищете, там, это, видел я это. Ну, что, что там вы видели, скажите. Дедушка, за бабки ты это видел. Что он там? За денежку. Он говорит, вы за деньги это все делали? Нету, ни рубля. Ну, как, ни рубля. Государство ни рубля не дало. Государство ни рубля не дало за 45 лет. Государство, я согласен, не дало вам. Ну, конечно. У людей грешных. А у людей грешных еще возьмешь, когда нету. У них шестеро детей, одна мать. Мы еще и дорогу оплачивали. Да ну, дедушка. Вот, вот что значит неверие. Неверие ваше, ваше неверие в Бога, делает вас неверующим вообще во всем. Я вам говорю, разговариваю, у нас ложь запрещена, от дьявола ложь. А вы неправильно говорите. Все как ребенок себя ведешь-то. Слушай внимательно. Так, мы расстаемся. Так, все. До свидания. Мы расстаемся. Расстаемся. Все, до свидания. Мы расстаемся, вы не умеете слушать. Я своим детям, извините. Так, все, расстаемся. Давайте просимся по-хорошему. Всего хорошего вам. И Бог с вами. Господь с вами, давай. Поехали. Псалом 66. Слава тебе, Господи. Псалом Давида. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже. Да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся, радуются племена, ибо Ты судишь народы правильно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже. Да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. 67 Псалом. «Имя ему Господь, и радуйтесь под лицом его. Отец-сирот и судья-вдох, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников-атаков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда ты выходил перед народом твоим, когда ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия. И этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало труда, ты подкреплял его. Народ твой, народ твой обитал там по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, правозвестниц великое множество. Царь и воин сбегут, бегут, а сидящий дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, который крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на всей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Вассокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьей тьмы, тысяча тысяч, среди их Господь на Синае, в Освятилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы испротивившиеся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих. Волосатая темя закостенела в своих беззакониях. Господь сказал, от вас сана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов. Видели шествие твое Божие, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие, на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший – князь их, князья Иудины – владыки их, князья Заволоновы – князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие брани. Придут в Альможи из Египта. Эфиопия простает руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает глаз со Своим глаз силой. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. У вас вопрос какой-то есть? Да, а можно поинтересоваться? Пожалуйста. Какая у вас церковь? Православная. Православная? Ну, там же много как бы их, ну, церквей-то. Русская православная церковь, так и называется. Русская, да? Не, просто есть украинская и еще некоторые. Русская православная церковь, город Барнавула, тайский край. Да, то есть это у вас такая программа, да, вы в видеочате как бы молитвы читаете, да? Дело в том, что это не наша программа. Бог запрограммировал так, что людям нужно жить свято. А вот в этой рулетке здесь блуд творят, безобразничают, что только не делают. И мы пришли сюда, проповедники, чтобы людям рассказать о Христе, что Христос умер за нас, и Он будет судить мир. Чтобы люди вышли из этого греха. Да, я тут с вами согласен, тут в этом плане, конечно. Ну, вот, мы находимся уже здесь где-то 50 дней примерно. Ничего себе. Да, мы свидетельствуем, записываем беседы с мусульманами и с другими людьми, которые пожелают беседовать. Считаем Евангелие и считаем Псалтырь. И молимся. И люди, друзья наши, помогают нам молиться у себя дома. Чтобы вот эта бездна Содома и Гаморра эти дрогнули. Да, понятно. Это правильно, конечно. Не, ну, вам, конечно, мое уважение. Вы можете зайти на наш Ютуб, у нас большой Ютуб, называется «Во свете Библии». Еще раз, как? «Во свете», Свет. «Во свете», а, все, понятно. «Во, во свете». Да, 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 я понял. «Во свете Библии». Вот запишите. «Во свете Библии». Да, я запомнил. «Игнатий Лапкин». Это я. И вы выйдете на наш Ютуб. У нас там 14 тысяч 400 роликов. Ничего себе. Там нигде больше в мире нет таких роликов. Там 50 книг только моим голосом начитано. Все это разбито по файлам. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Как меня в тюрьмах мучили, все там есть. Как в университетах ведут у нас занятия. Как строим православную деревню. Мы все снимаем. Без помощи государства, повторяю. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Мы показываем, что в бедности можно жить интересно, красиво и полезно. Интересно. Вот. Если вы зайдете, вы увидите. А если напишите во свете Библии слово «сайт», не Ютуб, а сайт, вы зайдете, там найдете все. У нас фильмы у нас снятые. Фильмы непростые, документальные. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Первое место в России. Интересно. Почему не говорят лишь по телевизору у вас? А что вы пьете, почему? Я чай пью. А зачем? При людях пьете. Все пьют и едят. Нельзя при людях пить чай. А зачем? В аду будет более жарко. Воды там нету. Я не понял вас, если честно. Почему нельзя пить? Написано, богач говорит, это 16 глава Евангелия от Луки. Прохлади язык мой, палец перстом, и через пропасть, чтобы язык прохладить, я в огне мучаюсь. Так вы что, заранее хотите себя насытить этим? Да при людях пить, как это? Я не знаю. Не знаю, это у вас так у меня нет. Ну как это? А чего ради-то? Вы же не все время разговариваете-то. Ну я ведь, когда пью, я же не говорю с вами. Я выпил захотел. Но можно не говорить, я же не пью, и вы не пейте. Так, получается, вы батюшка или как? Я не батюшка, я печник и сторож. Печник и сторож, а вам можно, да, вот заниматься? Я простой христианин. Я понял, что вы простой христианин, а вот, как бы, слова Господа говорить-то, можно? Ну как не надо, это повеление Божие ко всем. Ну так, надо же батюшкой для этого быть. Батюшка? Вот у меня родной брат священник. Вот она книга, видите какая? Да, 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 вижу. Вот. Она для всех. Деяние апостолов, 8 глава, 4 стих. Говорит, рассеявшись, и ходили, и благовествовали. Если человек не верующий, он попадет в ад, в огонь вечный навсегда. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3, 36. А почему? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну почему, раз ты отверг Божий, не веришь в Него, Христос умер за нас, и ты эту жертву не принял, и поэтому ты остался своими грехами. Что тут не понять-то? Господь гасит наши долги. Какими грехами? Вот, например, да, человек живет, он, то есть не верит в Бога, но он не совершает никакие грехи. Раз не совершает, он грешник. Подождите, подождите. То есть человек рождается уже грешником? Да. И то есть ему надо их отмаливать или что? Крещение, крещение дается. Детей крестят в восьмидневом возрасте. Если, например, ребенка не крестят, то он грешник или что? Все грешники до одного. В беззаконии за счет, и в грехе родила меня мать моя. 50-й псалом, 7-й стих. И дальше, первое послание к Коринфянам. То есть рождение человека, да, нового, это грех? Первое послание к Коринфянам, 7-я глава 14-ти, говорит, кто родится чистым от нечистого? Это у Его, 14-4, не один. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Вот и делай вывод. Да. Господь умер за грехи людей, умер. Без пролития крови нет прощения грехов. Посему, считаем, 6-23 кремлинам, говорит, возмездие за грех смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог дает спасение через веру. Я вот поверил, что за меня умер Христос, и Он мне дает спасение. Теперь иди, впредь не греши. Теперь живи по заповедям, ходи в церковь, исповедуйся, причащайся. Не крещен – прими крещение. Омойся от грехов. В крещении грехи омываются все, какие ты сделал. В крещении. То есть крещение… крестят же человека, когда он рождается. Рождается заново. Это третий этап рождения свыше. Я понял, понял. Вот, например, ребенок рождается, и его в младенчестве крестят. Да. То есть, а какие грехи он смывает, если он младенец, как бы? Природный грех от родителей. Он рождается грешником. Почему? Если бы он был негрешник, он бы не умер. Возмездие за грех – смерть. А ребенок умрет. Рано или поздно он умрет. Значит, он в грехах. Мы даже… А кто из? Нет, смотрите. Адам согрешил. Я вас не понимаю. Адам, Ева согрешили, а дети от них уже рождаются от них. И вот согрешили они, и весь мир сделался смертным. И умерло за это уже больше ста миллиардов людей. А Христова жертва спасает нас. Он умер за грехи наши. Спасает от смерти, да? От смерти духовной. Духовной. Да. Понятно. Что делать? И говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Понятно. А вот тут сидит, ну, в видеочате много мусульман. Вот я заметил, да? Тут 80% мусульман, примерно. Да, да, да. Ну вот, а как с ними быть? Ну как, я беседую с ними, говорю им, что спасение во Христе. Я понимаю, но они же своего Бога верят. Ну что, что верят в Бога? А спасителя-то нету. Они так и говорят. Кто их спасает? Ну, я не знаю. Аллах у них, наверное. Никак? Мы... Вот у нас ролик есть. Мы ночуем в доме Мулы. И там беседуем на эту тему с мусульманами. Первую часть предложения – возмездие за грех смерти. Они все признали. А дальше дар Божий во Христе Иисусе. Они не могут признать. И остаются во грехах. Интересно. Вот заходите на наш сайт, на это, на YouTube. Вы там все найдете. А как вы вот относитесь к отделению Украинской Православной Церкви? Меня многократно спрашивали раньше. Я говорил, дайте ей свободу, автокефалию. Со мной не соглашались. Не хотели дать. Потеряли все. Упрямцы. Я стоял на этом. Дайте им автокефалию. Свободу. А тут грех подсуетился. Варфоломей. Теперь все туда пошло. Понятненько, понятненько. То есть было вопреки тому, что я им говорил. На Украине когда были. Мы проехали всю Европу и все. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг. И я решил их подарить библиотекам. Мы доехали с Барнаула до Владивостока. А потом до Лиссабона, Скандинавии и Прибалтику прошли. 650 городов посетили. Районных центров. И везде я дарил в каждую библиотеку полный комплект книг. Ну хорошо. Ладно, зайду обязательно на ваш сайт. Посмотрю. Да, на сайт. Зайдите на YouTube. А в сайте вы там много увидите. Там книги все стоят. Вы можете скачать. Ну про скайп скажите тоже. По скайпу, если про Игнатий Лапкин. По скайпу. Если вы меня думаете найти, я один с этой фамилией. И именем. Ладно, спасибо вам большое за беседу. До свидания. Да, до свидания.